В кабинете Любови Клепчуковой, начальника отдела образования, спорта и туризма, сегодня встреча с приемными семьями. Это совершенно новая форма работы. Встречи проводятся один раз в неделю, на них решают большие и маленькие проблемы, делятся переживаниями. Приемных семей в Мозере 54, в них воспитывается 82 ребенка. Вероника Айвильянова приемной мамой стала 10 лет назад. — Сказать, что это был легкий выбор, наверное, нет. То есть мы шли к этому решению, были страхи определенные, были сомнения. Сыграла роль, мы познакомились с мальчиком. На тот момент его мама и папа были лишены родительских прав, ему было 12 лет, вот как, в принципе, ровесник Владика, в то время был этот мальчишка. И ситуация, которая сложилась в его жизни, была очень-очень сложная. То есть на тот момент он совершил правонарушение, и вот это было таким решительным толчком. Нам очень захотелось помочь вот этому конкретному мальчику. С тех пор через семью Айвильяновых прошло шесть детей. Сегодня мальчишек двое. Владик — сын приемный. За четыре последних года, именно столько он живет в новой семье, он научился доверять родителям и четко понял, если ему понадобится помощь, они будут рядом. Влад вспоминает, сначала очень боялся попасть в чужой дом. В начале, да, когда меня забирали, было страшно, не хотела, хотела остаться в родной. Но когда сейчас прошло четыре года, мне уже не хочется возвращаться в родную семью. Мне тут очень хорошо. Приемная семья — это особенные дети и особые родители. Люди, способные жертвовать собой. Мне очень нравится такая поговорка, есть, по-моему, это английская поговорка, что чем тысячу раз проклинать тьму, лучше зажечь одну свечу. Поэтому мы решили, может быть, что-то там великое и большое мы не можем сделать, но просто, если мы сможем повлиять хотя бы на одну судьбу, повлиять положительно, то это будет, ну, пускай небольшой, но наш вклад. Приемные семьи находятся под постоянным патронажем отдела образования. В Мозере есть даже профсоюз и клуб приемных семей. Его председатель Ольга Шагиева и сама приемная мама. И она хорошо понимает, ситуации бывают разные, но поддержка будет обеспечена. В приемные семьи попадают дети с трудной жизненной ситуацией. То есть это дети уже в своей жизни столкнувшиеся с трудностью, столкнувшиеся с такой трудностью, с которой, может быть, и мы, взрослые, не всегда сталкиваемся. То есть это особые дети, особая ситуация. Человек не остается со своими проблемами один на один. Человек имеет возможность получить поддержку, помощь. Иногда, вы знаете, помогает даже то, что у кого-то такая же ситуация в семье была. И это осознание того, что ты не одинок, что не только у тебя, что это не ты несостоятельный, а это просто такая ситуация. И это помогает, поддерживает. Вероника Аверьянова сегодня о своем выборе не жалеет. Тем, кто готов делиться своим теплом, окажут всяческую помощь. Если в чьем-то сердце, в какой-то семье зреет такое желание, и они готовы, они действительно уже запаслись знаниями, но терпением, любовью, конечно, то я думаю, что стоит.